В эфире программа «Новина региона» у студии Олена Милюшенко. Витаю вас сегодня в выпуске. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 116 населенных пунктов Могилевской в области часово заставалися без электричности за циклону «Томас». На предприятии «Могилеву Энерго» поведомили. Обрывы проводов фиксовали с 19.01 понедельника до 6 ранницы авторка. У основным потерпели Могилевский, Кировский, Быховский, Кличевский и Климовецкий районы. Коли докладни, вельми моцный ветер был у районе Рэчки-Друдь и на усходе в области. Рамонтные бригады працевали всю ночь. У некоторых местах на ликвидацию наступствов спотребилось навод до 5 годин. До речи опошним часом по отповедной программе ведется замена проводов на изолеванные. Падение древна такие линии не приводит до отключения. Як удокладнили у Могилеву Энерго, как не попередние работы по замене проводов, то наступствы были б больш масштабными. Представники дипломатичных миссий Утымлику и посол доброй воли Управления Верховного Комиссара ААН по справах беженцев Искуя-Балян с визитом у Могилевской в области. Их мета ознаймится с той праце, якую проводить в регионе у относенных до вымушенных перселенцев из Украины. Зараз в области коля стаблых же хороуз Донецку и Луганску, які отримали в Беларуси статус додатковой обороны. Гэта так званый Амбасадар Стургийон проходит что год и селита после Витебска Гомеля и Бреста выпал на Могилевскую в область. Представники дипмиссии ознайомилися з вытворчастю молочного российско-французского предприемства, филиалы якого знаходится у Шклове. Его праца гэта становчивый приклад для помощи и тем, кто шукает пристанище, и тем, кто просто оказался у тяжким становища. Тут давно занимаются доброчинностью. По розной информации, с 2014 года на территорию Беларуси приехали от 140 до 160 тысяч грамадян Украины. Многие из них добро адаптовались в беларуском громадстве, означают представники дипмиссии. Беларусь как государство сделало многое для того, чтобы оказать им всевозможную помощь. В частности, я хотел бы упомянуть президентский указ, который был принят в 2014 году, именно направлен на выходцев из Донецко-Луганских областей, который во многом оказал помощь в плане и доступа к школьному образованию, к медицинским услугам, к оформлению разрешения на временное и постоянное проживание, к трудоустройству и прочее. У делегации и посол доброй воли управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев Искуи Абалян. Ведомая спевачка, другий год на такой посаде. Работой, конечно, это не назовешь, и, наверное, призванием тоже. Это, наверное, какое-то такое место в душе, в сердце для понимания вообще этой проблемы, существующей на сегодняшний день, наверное, очень актуальной для всего мира, для любого и каждого. Всегда есть люди, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Поэтому просто нужно уметь быть сочувствующим человеком, умеющим помочь и протянуть руку помощи. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. И еще одна тайна великая чинная будет раскрыта. На это спадзяются жахары вездки Грудичин Быховского района, где пошуковый отряд знайшов обломки избитых от советского бомбардировщика. Пакуль не вядома, до якого аэродрома он был приписан, имена пилота у их лес. Мясовые жахары, которые были светкими этих военных подей, рассказывают только про одного загинувшего летчика. Усе потребляйте далее у наших корреспондентов. Валентину Севакову тогда было усяго десять, узгадывая, как на бомбардировщик налетели мессеры. В шоссе Могилев-Бабруйск, значит, мост там был. И, скорее всего, он шел бомбить этот мост. Примерно вот они шли на такой высоте. Вдруг к нему идет пара. Они атакуют сверху, так эти пули даже недалеко от нас. Шелк-шелк, потом смотрим, задымил. Задымил и так плавно пошел. Один был парашют, вот это я хорошо помню. Загинулого летчика, тогда поховали. На жаль, место с шассом было страчено. Вызнашить лес экипажа узялся пошуковый отряд в Икру. На его лику некольки десятка узноденных самолетов и тысячи установленных имену героев войны. На место падения бомбардировщика отшукали и ковалки шасси бака. Собрали все детали. Их оказалось там около двух сотен. В общем, два хороших мешка. Одна из таких деталей, кольцо вот это, от поршня. Вот у нас поршень от двигателя М-105 авиационного, СП-2. Когда мы приложили сюда это кольцо, оно идентично легло на этот цилиндр. Оказалось, над Быховскими лесами тады был узбитый разведчик-бомбардировщик Як-4. На заходнем фронте таких крылатых машин налишивался не больше за полсотню. Хоча и заусёзанный один самолет был приписанный до аэродрома под Быховом. Экипажу треба было знишить мост, прозбя резину, что знаходился на оккупированной немцами территории. Тепер пошуковая работа протягнется за российскими архивами. Андрея Шуляк, Андрей Ястребов, Василь Фаталіюн, Новин региона. За лоу раков криминальная отказность погрожает могилевчанину, якого затримали супрацовники инспекции Аховы Живельного и Рослинного Света. Он не только порушил природоаховное законодавство, але и выказал непослушенство инспекторам. У городским районе инспекторы природы Аховы зауважили человека за квалангом. И хотя з воды он вышел с пустыми руками, оборонцы флоры и фауны вырешили потекавиться, что он робил у водоеме. Мужчина своясабливо адреагавал на питання. Что вы делали на водоеме? Плавали. Просто плавали? Да. Хорошо. Уважаемый. Уважаемый. Вас снимали уже на камеру до этого, уважаемый. Вы сейчас сделаете себе просто неповиновение. Инспекторы достали из воды мех и, кажется, сразу зрозумели, чем займался его владельник. Гражданином было выловлено 112 особей рака ускопалова. Вес раков составил без малого 7 килограмм. В Республике Беларусь добыча раков регламентирована 699-м постановлением Совета Министров. Согласно этого постановления, в сутки одному рыболову-любителю разрешается выловить не более 2 килограмм рака. Помимо этого, длина тела рака должна составлять не менее 10,5 сантиметров. 100 особен рака не досягали гетага по меру. На порушальника завяли криминальную справу. Шкоду, якую он нанес с природным ресурсом, инспекторы осанили у 150 базовых величин. Катярына Градницкая, Сергей Карпяков, Виталь Вопся. Уновины региона. Больше за 11,5 тысяч гектаров стольки сосновых лесу в области пошкодил жук-караед. Специалисты кажут, что ситуация не такая складанная, как, например, у Гомельской в области. Але проблема сурьезная. Боупакулись, но и один из способа боротьбы со шкодником. Специалисты означают, попередние засушливые годы провели до того, что сосновые древы ослабли. Их легко шкодить жук-караед. Выявить его на ранней стаде и складана, бо селится шкодник на верховине древа. У в области больше за 11,5 тысяч гектаров хвоевого лесу пошкоджены караедом. Он находится под корой. И разовые инъекции в каждое дерево делать нецелесообразно. И таких технологий нет. Авиахимобработка в этом плане нам не помогает. Соответственно, единственный метод борьбы – это своевременное выявление заселения деревьев. Отвод и вырубка. И вывозка из лесу. Специалисты кажут, что ни один кубометр высеченного лесу не сникнет. Такая драунина пойдет на будматериалы. На их якость гэтая проблема не уплывая. Высеченные участки лесу одновять. Высаживают не только сосны, а еще и борозы. Отрымливаются биологично устойливые насаджения. Але для выражения проблемы спотребится не один год. Сема эта, конечно, она в этом году, скажем, не закончится. Те прогнозы, которые делают наши специалисты, институт леса, мы будем заниматься примерно 4-5 лет разработкой поврежденных сосновых насаждений. караедам и черным усачам. Каб высадженные древы досягнули узросту спелости, повинна пройти не меньше за 80 год. Катярна Балукова, Сергей Карпяков, Денис Бутылен. Новины РГИОНА. Комитет по праце занятостей и социальной обороне насильництву Могилёшины на початку наступного тыня проведе прямую телефонную линию. 25 вересня старшня комитета разом с головными специалистами службы примуть ваше телефонование по усим на рамках своей деяности. Так, наприклад, старшня комитета Светлана Тарасенко приме ваше питание и пропонува с 15 до 16.00 по номеру Могилёве 326742. Остатние специалисты будут примать телефонование на протягу дня с 10.00 до 17.00. Больше подробно про телефоны отказных специалистов можно будет доведаться по номеру приёмной областного комитета социальной обороны 25 2379 и на сайте Могилёвского Аблваконкама. С поборницей по мотокросе прима у Могилёвский экстрим-парк. Там проходил Кубок Краины одразу у 10-ти классах. От самых маленьких удельников до ветеранов гэтага техничного виду спорта. Сароты, хто зараз на трассе, Минчанка Эльвира Давыдович. У ее заезде было 10 удельников. Девчина финишовала в шацвертой. Первый раз очень страшно было, но я всё-таки хотела попробовать. И вот постепенно, постепенно тренировки призывали к соревнованиям. Всё лето Кубок Краины просвятили 90-годию ДТСААФ. Организация под наглядом из допомога якой. Развивается мотокросс у Беларуси. Для того, чтобы подниматься на педестал, нужна техника. На протяжении последних лет закуплены для Могилёвской области три мотоцикла класса 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Надеемся в этом году на получение мотоцикла 125 кубических для нашего генератора спорта. В этом сезоне мотогонщики проведут ещё несколько стартов. А у Могилёв вернутся прозгод. Кубок Краины у экстремпарку для областного центра – это уже традиционное споборничество. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин Региона. Новый магазин бытовой техники и электроники «Пятый элемент» открылся у Могилёве. Это третий магазин сетки у Могилёве «Алезусим» нового формату с цикавым дизайном и со зручной демонстрацией товару. На открытии покупников шакали бонусы, подарунки и множество приемных сюрпризов. Чамо у некоторых магазинов вертаешься знов и знов? Атмосфера, ассортимент, супервыгодные акции и новинки? Оказывается, у всё это можно отримать одразу и в одном месте. Минается таки подыход до справы в магазине нового формату «Пятый элемент», який открылся у Могилёве по адресе Минская, ШШ-31. Мы интеллектуально созрели к тому, чтобы сделать новый магазин именно в это время. Плюс ко всему этот магазин не окончательный вариант. Это своего рода тест. Просто мы не ждали, что он так хорошо получится. Плюс этот торговый центр самый лучший в Могилёве. Мы верим в нашу экономику в Могилёве, что рынок не может расти. Это один магазин у Беларуси подобного формату. Дарыч, весь дизайн распрацевали сами. Вельми творча и профессийна. Во-первых, он отличается кардинально дизайном, выкладком, зонированием и так далее. То есть это другой, более эмоциональный и более современный формат, нацеленный в том числе как на молодежную аудиторию, так и, конечно, бытовая техника, наша традиционная покупация. Особливое место тут надается сучасным тенденциям. Это и великий выбор бытовой техники с усветных лидеров для поднимания частин в доме, для приготовления здоровой ежи, а так само электровелосипеды, фитнес-бранзалет и шмат иншого для здорового ладу життя. Так само тут широкий выбор мобильных телефонов, ноутбуков. Вы еще не видите, что такое разумный дом? Энергозбережение и беспека, кирование бытовыми приборами празмобильный телефон – для многих это уже звыклая справа, якая и для вас может стать реальностью у новом магазине. Тем более, что новый пятый элемент – омнимагазин. А значит, вы можете выбирать товар не только из ассортименту этого магазина, а и из всего ассортименту сетки. Кировничество поклопотилось, как покупки у нового магазина для кожного стали саправдной падеей. VR-зоны – это зоны 3D гаджетов, которые можно посмотреть здесь, потрогать. Это другой немножко способ обслуживания внутри зала, другая выкладка товаров. То есть это вещи, которые делают покупку удобнее, приятнее, комфортнее, ну и как бы эмоциональнее, наверное. Саправдным святом для всех стало и открытие магазина. По традиции, пеший наведовальник отрымал не только веншование, а лей подорунки. Хотелось, может, зайти тут купить. Ну, как-то так попало в это время. Драйвово. Интересно. Дорож, у первой хвилины магазин наведали каляпал тысячи могилючан. Их уражени, кажут, сами за себе. Нравится. Ну, тут все новое, все по-другому сделано. Все необычно, все очень стильно. Для магазина бытовой техники это как какой-то бутик одежды. Ну, можно так сравниться и провести параллельно. Все очень впечатляет. Самое актуальное новое новое могилючане вы можете убачить и на нашем сайте. А я на этом с вами разведываюсь. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин